Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Caldino 2003 года выпуска. Двигатель 2 литра автомат, передний привод. Пробег на автомобиле по спидометру 187 тысяч километров. Ну, как и у всех японцев, как у большинства японцев, пробеги мотанные. Поэтому примерно плюс 100 тысяч. Что сейчас мучает на данный момент, у автомобиля масложор нереальный. Примерно полтора литра масла на тысячу километров. Сзади изглушителя масло не течет, дверь не закидано. Именно сгорает, снизу подтеков нет. Идет сгорание масла. Поставил на капоте димексид. Но промывки я его делать не буду. Я этому не доверяю. Никакие промывки... Определение просто для каждого свое. Мое мнение, промывать не стоит. Что это значит? В масло что-то добавлять и крутить по системе. Опять же, я никого не уговариваю. Я высказал свое мнение. Димексид приобрел. Приобрел 10 баночек. По цене 32 рубля. Но для промывки. Буду снимать и мыть голову. Мыть поршня. Менять кольца, колпачки. Двигатель здесь стоит 1АЗ-ФСЕ. Система впрыска Д4. Попробую разобрать. Здесь на автомобиле, не снимая двигателя целиком. Приступаем. Поднимаю. Сливаю масло. Сливаю антифриз. И разбираем. Сниму расширительный бачок. Болт М6, головка на 10. Снимаю пробку с радиатора. Ну и поднимаю. Поднял автомобиль. Снял пластиковую защиту. И боковой пыльник пластиковый. Откручиваю масляный фильтр сразу. Хорошо затянут. Так кто ж так его. Вот это затянули. Сливаю масло с фильтра. Убираю фильтр. И откручиваю пробку поддона. Ключик на 14. Сливаю антифриз радиатора. По ходу движения с левой стороны. На радиаторе есть сливной кран. Находится под телевизором. Здесь отверстие для шланга. Вот шланг я одел. А краник сзади белый. И откручиваю кран. Все, антифриз у нас побежал. Сольем с радиатора. Потом сольем с блока. Там тоже есть краник. Все, с блока слил. То есть, радиатора слил. Сливаем с блока. Вот он краник. Одел шланг. Головкой на 10 ослабляю. Антифриз побежал. Сливаем из блока. Откручиваю штаны от коллектора. От катализатора. Болты на 14. Два штуки. И два болта сзади на 14. Не обломились бы они. Так, этот пошел. И этот пошел. Все там замечательно. Ну, а теперь сзади. Вот они, болты. Гайки. Что у нас здесь получится? Возьму головку шестигранную. Еще раз брызну выдышкой. Так. Ну. Оба болта шевельнулись. Так. Это уже радует. Машина 2003 года. Здорово. Открутилось. Откручиваю и снимаю. Штаны снял. Штаны снял. Хожу вокруг да около с двигателем. Хотел сделать на месте, как я и говорил. Но ничего подобного у меня на месте не получится. Потому что здесь полуподдон. Он идет в уровень наполовину сальника. Следовательно, сальник я заменить сзади не спогу. А при установке полуподдона сальник может встать немножко неровно. Либо туда, либо сюда. И вероятность того, что он побежит. Потом только делать лишнюю работу. Опять же, снимать либо двигатель, либо коробку. Но что-то придется делать. Поэтому я пришел к тому, что снимаю целиком двигатель вместе с коробкой. На коробке еще бежит сальник привода. Все в масле. Заодно сразу и сальник привода. Сейчас закажу, поменяю. Также стучат стойки стабилизатора и втулки. Но двигатель придется опускать с коробкой вместе с подрамником, с рулевой рейкой. Следовательно, и со стабилизатором. Поэтому снимать я буду все целиком и буду опускать это вниз. Да, процедура будет долгая. Видео будет длинное. Целый сериал сниму. Ну, так будет лучше и будет аккуратнее. Снимаю подрамник. Откручиваю снизу гидромухту. 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 Рецепт. Все, лыжу снял, теперь откручиваю вот эти нижние болты, три штуки, снимаю вот этот лючок и откручиваю гидромуфту от маховика. Сначала все болты ослабляю, а потом уже буду откручивать. Все, все шесть болтов я открутил, у нас гидромуфта, вот я ее оттолкнул от маховика. И теперь можно крутить дальше, потому что этот привод не надо будет выдергивать, сальник менять. Но также и тот привод тоже выдерну, потому что сальники мы сразу с обоих сторон заменим. Если побежал этот, через какое-то время побежит и тот. У этого движения из-за подвесного подшипника меньше, чем у того. Поэтому масло сливаю, потом его залью обратно. Откручу подвесной от полуподдона и откручиваю привода. Оба ступицы оставлю на автомобиле, а привода выдерну. Откручу наконечники, откручу стойки стабилизатора от стабилизатора и откручу шаровые опоры. Три крепления снизу, две гайки, один болт. Рычаги у нас опустятся вместе с подрамником. А стойки, ступицы останутся висеть на автомобиле. Откручиваю гайки привода. Фиксирую отверткой через вентиляцию. Головка на 30-12 грамм. Вкрутил гайку. Привод у нас выходит нормально. Также откручиваем со второй стороны. И после этого уже откручиваем шаровую и откручиваем рулевой наконечник. Все, открутил я стойку стабилизатора целиком ее. Нижний конец еще живой. А верхний все, вот он и с одной и с другой стороны стучал. А стучал, потому что разорванный пыльник. Снял стойку тягу рулевую. Наконечник живой. Тяга слабенькая. Но не болтается. Пыльник разорванный. По-хорошему и пыльник бы заменить сразу. Открутил шаровую опору. Две гайки и один болт. Все, у нас рычаг отошел. Пока не выдергиваю, потом откручу подвесной подшипник и вытащу привод. Но перед этим мне надо слить масло немного из коробки. Головка на 14. Мне это масло потом еще заливать надо будет. Поэтому я здесь немножко сполосну и протру. Чтоб его ничем другим дополнительно не марать. Вот так вот. Здесь сольется где-то около 2 литров. Чуть больше может быть. Масло меняли. А масло темное. По-хорошему бы его еще заменить раз. Так что возможно это масло заливать и не будем. Все, слил я масло. Получилось в общей сложности где-то около 3,5 литров. Теперь, 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 теперь я наверное отключаю патрубки на радиатор, который ведет охлаждение коробки и патрубок охлаждения двигателя. Тоже его сниму. Затем, 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 затем я откручу привод. Откручу вот эти болты. Кронштейн останется, сниму с ним, а вал вытащу. Кронштейн. Все, отошел. И здесь он из сальника вышел. Со ступицы я его вытащил. Можем вытаскивать привод. Ну, что у нас здесь. Отцепляем шланги от гидроусилителя и сливаем масло. Так, вот этот шланг. Сниму хомут. Масло-стекло. Заказал пыльник рулевой рейки весь. Хлам и один, и второй. Потом на шаровой вот здесь вот потянул. Дырочка маленькая была, только мокнуть начала. Надавила, она больше лопнула. Эта шаровая не стучала, ничего. А вот эта шаровая дырка большая, и она уже в одном положении, она простукивать стала, ослабла. Тоже шаровой сразу заказали. Этот пыльник тоже вон разорванный. Так и не видно, было закрыто. Снимаю вот этот кронштейн. Сверху открутил 4 болта. Головка на 12. Так, еще что-то его держит. А не могу я его снять. Поэтому он снимется только после того, как коллектор сниму. Зачем я его хотел снять? Под ним идет проводка. Вот ее видно. Проходит. Хотел ее убрать так. Не получается. Отключу ее разъемы. И потом протяну туда в сторону коробки, когда уже все кронштейны поснимаю. Если там разъема отдельного нет, а я думаю, что его нет, чтобы коса осталась на двигателе, тогда сделаю так. Ладно. Снимаю шланги. Здесь я вот снял хомуты. Шланги повернул. Сейчас сниму и заткну их болтами, чтобы масло не текло. А шланг возьму коротенький. Одену на трубки. Из трубок тоже течь не будет. Снял разъемы. Здесь там дозонт. Теперь снимаю все кронштейны, чтобы они целые остались. Здесь ключиком на 8. Вот он. Болтик. Да, клипсы подвесить не получается, поэтому откручу кронштейник. Все, здесь разъемы. Шланги я снял болтами, закрыл. Также на трубке одел шланг, закольцевал. Снял с радиатора патрубок. Потом сверху сниму и его вытащу. Вроде бы так все основное здесь сделал. Теперь только остается снимать вот такие вещи, как с датчиков разъемы все поснимать. Ремень я сниму вместе с двигателем. Также здесь снял второй патрубок подачи на гидроусилитель. Гидроусилитель тоже останется на месте стоять. И снимаю вот здесь вот разъемы, которые подходят, чтобы вытащить проводку. И, в принципе, снизу у нас все основное вроде бы освобождено. Можно снимать разъемы вот здесь с коробки. Я их скинул. Два разъема. И откручиваю трос переключения передач, чтобы его убрать. Ну, в принципе, трос я даже могу сверху открутить здесь. Не обязательно снизу. Ну, сейчас опускаю автомобиль и разбираю сверху. Снимаю пластиковую крышку с двигателя. Теперь отключаю разъемы. Что-то тут не понадобилось. Как будто что-то горело. Как будто что-то горело. Что это такое? Неизвестно. Ладно. Снимаю катушки. И так же снимаю крышку с воздуховода. Я не знаю, корпус, наверное. Да и корпус придется снимать, потому что надо будет отвязывать подушку. Снимаю. Снимаю. Здесь три болта. Держит корпус. Головка на 10. Здесь у нас кипсы на проводке. Снимаем. Снимаем ее с клипсы. Ну, а теперь откручиваем воздуховод и снимаем воздуховод. Для этого до сих пор. Чап mengателем воздуховод и снимаем воздуховод и снимаем воздуховод и смесь. вот проводка которая у нас уходит вниз хорошо бы если здесь был общий разъем разъединил и все так придется весь пучок вытаскивать оттуда тянуть снимаю разъемы с патрубка то есть снимаю хомуты с патрубка снимаю по трубке потом снимаю все разъемы электрику как снимать уже не буду показывать просто по кругу берем всю проходим и отключаем